Айшин и Саваш снова лицом к лицу. Пока Юфтади сталкивается с фактами, с которыми сталкивается между строк, его боль усиливается еще больше из-за крика Фериди о помощи. Юфтади, прибежавший на крик Фериди о помощи при поддержке Фатиха, полон решимости не выпускать Фериди из поля зрения, когда дневники попадают в руки Юфтади. Напряжение между Юфтади и Атой нарастает. Сурея устала от того, что ее трясет от любви к Фатиху, и пытается встать. Неслихан тщательно выполняет свой план мести, ему удается найти себе место в компании Айшина, и Айшин снова выступает против Саваша за Ату. На этот раз действия Саваша будут жесткими, Саваш поражает Айшин из места, которого он никогда не ожидал. Пока Саваш пытается силой своего гнева избавиться от любовных руин, созданных Айшаном, он оставляет Айшин и Ату наедине с последствиями, которые необходимо принять. Тяжелые дни для Катипуглу. Заявление Атифа о том, что Фериди беременна, приводит Ату и Фериди к опасному решению. Решение Фериди вызывает в семье Катипуглу разные голоса. В то время как решение Фериди уйти из дома вбивает клин между Атой и Юфтади, Фериди тянет к жизни, которую она никогда не знала и никогда не знала. Несмотря на признание Саваса «я люблю тебя», Айшин застряла между своим разумом и сердцем, потому что она думает. Ее используют. В этот момент Саваш начинает расплачиваться за свои ошибки, когда влюбляется в Айшин. Несмотря на то, что Айшин хочет верить в Саваша, она не может этого сделать. Побег Суреи из больницы потрясает особня Катамана. Эта новость, которая объединяет Саваса и Фатиха, вернет двух старых друзей в былые времена. В то время как Ата борется с дискомфортом, связанным с невозможностью сохранить свою семью, он становится более напряженным из-за давления со стороны окружающих и начинает сдаваться. Подвергнуть сомнению его отцовство, Ата Катипуглу вступает на путь, конца которого он не видит. Но Ата не единственный человек, который вступает на путь, которому не видно конца. Воды не успокаиваются, любовь Айшин и Саваша переживает большое испытание. Хотя доверие Айшина к Савашу снижается с каждым днем, Саваш полон решимости не отказываться от Айшина. Не в силах пережить поражение и унижение перед лицом Айшин, Неслихан клянется отомстить. Для Неслихана это уже не просто битва за месть Савашу, а за спасение своей сломленной гордости. Неслихан появится перед Айшаном и Савашем из того места, о котором они никогда бы не догадались, и паразит их из того места, о котором они никогда бы не догадались. Кризисы Суреи продолжаются приступами, и она борется с мечтой Фатиха в больнице, где ее госпитализация является единственным решением. Дружба Фатиха и Саваша, разрывающаяся между Суреей с одной стороны и Айшин с другой, также подвергается испытанию. Атиф снова принимает меры, узнав о беременности Фериде. Потерпев неудачу, Атифу остается сделать всего один шаг. Переезд Атифа снова сведет Ату и его семью лицом к лицу. Ни к Атипуглу, ни атаманам дела до сих пор не идут. Любовь Айшин и Саваша переживают большое испытание. Хотя доверие Айшина к Савашу снижается с каждым днем, Саваш полон решимости не отказываться от Айшина. Не в силах пережить поражение и унижение перед лицом Айшин, Нислихан клянется отомстить. Для Нислихана это уже не просто битва за месть Савашу, а за спасение своей сломленной гордости. Нислихан появится перед Айшаном и Савашем из того места, о котором они никогда бы не догадались, и поразит их из того места, о котором они никогда бы не догадались. Кризисы Суреи продолжаются приступами, и она борется с мечтой Фатиха в больнице, где ее госпитализация является единственным решением. Дружба Фатиха и Саваша, разрывающаяся между Суреей с одной стороны и Айшин с другой, также подвергается испытанию. Атиф снова принимает меры, узнав о беременности Фериде. Потерпев неудачу, Атифу остается сделать всего один шаг. Переезд Атифа снова сведет Ату и его семью лицом к лицу. Ни Кати Пуглу, ни Атаманам дела до сих пор не идут. Удивительное решение Аты, благонамеренное предложение Айшин расстраивает Ату. Айшин непреднамеренно отталкивает Ату от себя. В то время как Саваш планирует свои новые действия, с комфортом производя впечатление на Айшин, он сам того не подозревая начинает поддаваться обаянию Айшин. Хотя Атиф расплачивается за свое предательство, он понимает, что его единственный выход – это Фериде. Он предпринимает действия, чтобы вернуть Фериде. В тот момент, когда Фатих может взглянуть в лицо своей реальности, он находит в себе силы открыто поговорить со своей старшей сестрой Салихой. Сурея, которая думает, что Фатих с каждым днем отдаляется от нее все дальше и дальше, еще больше теряет контроль. Его финансовое затруднительное положение ставит Ату на грань принятия важного решения. Это решение оказало большое влияние как на Кати Пуглу, так и на атаманов. Айшин же не знает, с чем ей придется столкнуться в результате своего смелого шага – предательства Аты. Когда Ата осознает ловушку, которую устроил для него Саваш, и противостоит Савашу, он сталкивается с другой правдой, которая глубоко потрясет семью Кати Пуглу и узнает, что Атыф украл чертежи. Фериде достается большая часть этого предательства. В то время как Айшин со всей своей искренностью и наивностью пытается исправить ошибки, она сама того не ведая затягивает и себя, и Ату в великий тупик. Любовь Суреи к Фатиху углубляется день ото дня и достигает неконтролируемой точки. Пока Фатих разбирается с Суреей, он понимает, что пришло время взглянуть в лицо своей правде. Жизнь больше не будет прежней для Фатиха, который не стоит между Кати Пуглу, Атаманом и двумя семьями. Тяжелые дни Аты. Когда Саваш признается в любви к Айшин, несмотря на всех и вся, во время празднования 20-летия Атаманов, баланс Атамана и Кати Пугуллары, особенно Аты и Реззана, переворачивается с ног на голову. Неслихан, получивший от этого одну из самых больших акций, не может вынести такого унижения. Однако благодаря сотрудничеству Реззана он немного успокаивается. Ловушка, которую Саваш давно спланировал и расставил для Аты Кати Пуглу, увенчалась успехом, и эта ловушка, в которой Айшин по незнанию была орудием, открыла двери на путь, который должен был привести к уничтожению Аты. Для Аты Кати Пуглу начались самые тяжелые дни в жизни. Тайна, которую раскрывает Нивбахар, расстраивает Айшин. Великий апокалипсис наступает, когда при содействии Реззана и Неслихан в журнале публикуется информация о старой любви. В то время как большие слухи распространяются волнами, Ата, после первоначального шока, готова рассказать Айшин правду о том, что он ее отец. У Юфтади другие планы по успокоению бури. Саваш, который сталкивается с недоверием Айшин на каждом шагу, пытаясь приблизиться к ней, решает положить конец погоне между ними. Большой шаг, который сделает Саваш, будет неожиданным для всех. Айшин, которая находит Саваша рядом с собой в самый трудный момент своей жизни, укрывается у него. Реакция Аты на Саваша впервые сводит отца и дочь лицом к лицу. Айшин полна решимости рассказать Фериде ужасную правду об Атифе. Война преследует Атифа. Напряжение между Савашем и Фатихом в конечном итоге выходит из-под контроля и заставляет Фатиха принять необратимое решение. Решив стереть следы пережитого ей ужаса, Айшин узнает, что приближается годовщина свадьбы Юфтади и Аты и принимает меры, чтобы утихомирить бурю между ними. Однако годовщина свадьбы Аты и Юфтади преподносит всем большие сюрпризы. Айшин внезапно оказывается лицом к лицу с тайной между Атой и ее матерью. Редактор субтитров А.Семкин